Вы апеллируете к среднему классу, к его интересам, а вы себя куда относите? Вот к себя к среднему классу относите? Если возможно, уточните, вот как вы свои сбережения храните, чтобы средний класс сориентировался и понимал? В рублей сейчас служба, в евро, в долларе, как дело обстоит? Строгого определения среднего класса нет, но я думаю, что в широком смысле слова я отношусь к среднему классу. У меня достаточный доход, я могу себе позволить купить одну машину, даже там в моей семье три машины, например. У меня есть хорошая дача, в этом смысле я вполне обеспеченный человек, могу ездить в загранкомандировки и на отдых за рубеж. У меня нормальный доход для этого. Это какие-то, может быть, такие примитивные признаки такого сегодня среднего класса. Свои средства я храню в Сбербанке, в основном в рублях. Не сойдите за рекламу, видимо. В основном в рублях. Подружно. Небольшой счет у меня есть в ВТБ, скорее он валютный, для того, чтобы я плачу, как правило, этими средствами в зарубежных командировках. На фондовом рынке играете или только депозиты? На фондовом рынке не играю. И советую, но советую гражданам, у кого есть сбережения, кто считает, что он их продержит хотя бы больше года, то сейчас класть деньги в три валюты. Евро, доллар и рубль. Это более-менее такая спокойная, очень простая для понимания корзина. Она будет более-менее устойчивой на протяжении долгого времени. Поэтому советую так держать деньги.